Субтитры создавал DimaTorzok 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 Протягиваем выпуск. Объемы с добычей беларуской нафты в 2017 году повинны повеличиться на 5000 тонн. Такая информация была гучена сёння подчас наведывания журналистами нового нафтового родовища. Новое родовище, якое отримало назву Вугольское, знаходится у Речицким районе, каля агрогородка Бабичи. Тесморазведывальные работы, которые проводились тут в 2014 году, подтвердили наявность великих запасов сыровины. Зараз яны оцениваются у 1 миллион 700 тысяч тонн. Глубеня сведровины – 5218 метров. Зараз суточная сдобыча складая 40 тонн, причем якость нафты оценивается як высокая. Больше докладная оценка запасов нового родовища будет сделана в этом году, подчас бурения еще одной сведровины. Доразведка месторождения позволяет оценить его обычные возможности, подсчетные параметры и определиться с отвлекаемыми запасами. Это планы 2017 года. Объект интересен тем, что находится рядом с действующими промыслами, поэтому водовую эксплуатацию будет достаточно быстро и эффективен. Нефть легкая, хорошо пахнет. На мой взгляд, можно заправлять в автомобиль. Сложностью являются это большие глубины. Уход на ВОКИС у працонники доследших институтов презентуют новые распрацовки. Иншая справа, что укоронить их, у вытворчость бывает достатково складана. Алексей Цироу наведал институт радиобиологии. Институт радиобиологии, созданный в 1987-м, в 2003-м его перевели в Гобель. Сегодня в складе института просуют шесть лабораторий, которые занимаются практически всем спектром чернобыльских проблем. Кольки распрацовок сделаны в институте за часы госнования, одразу, напевно, не скажет никто. На початку 2000-х, например, тут презентовали хлеб, который выводится за организм радионуклиды и кормовые добавки для живел с тем же эффектом. У сих господприемцах, до речи, гэтую распрацовку оценили Становча, а лез послалися на отсудность сродку для ее укоронения. У 2014-м и 2015-м на Агомичне вырабляющий творог, распрацованный у институте биологичной добавкой, а лез зараз, знасти, ягу у крамок уже не махчыма, сегодня ученые демонструюць ящадного находництва. Бакаши, посудность гэта биологичная удобрения за отходы зерневых культур и микроорганизмов, якое полюбшая якость хлеба и дозволяя утрымлиць у ее видготь. Плюсы его в том, что, во-первых, это органическое, можно сказать, удобрение, и, во-вторых, там есть микроорганизмы, которые в почве продолжают действовать, и они оздоравливают почву тем самым. Если почва была нарушена какими-то химическими факторами загрязняющими, то восстанавливается микрофлора почвы, что повышает ее качество, и повышает устойчивость выращиваемых растений к различным факторам неблагоприятным, ну и увеличивает урожайность. Новая распроцовка уключена у каталог пропанов Национальной академии наук. Але термины, еле заявления на полициях Крам не называются. Укоронение сегодня, беда, и самая великая проблема науковых институтов. Нехто злотворцев спосылается на нежадание изменения технологичных процессов, некто неуполненный узопотребованности, нехай и користной, а не новой продукции. На думку науковцев, самое эффективное выращение пытания – створение одины маркетинговой службы и пошук инвесторов. Наша задача – разработать и дальше отдать уже какой-то промежуточной структуре, в частности, тем, которые будут заниматься и маркетингом, и исследованием рынка. Потому что наученые – это не маркетологи. Становление белорусской науки началось еще в 20-х годах минулого 100 года, и зараз в Украине иснують науковые школы саправды сусветных узровнью. У институтах проводятся доследования, об яких ранее навык не марали, а их выники допомагают развивать перспективные галлины экономики. Правда, сами ученые признаются – эффективность их деянности могла бы быть и больше высокой. Детерминовая выплата пенсии за 7-е студене почнется у отделениях Паштовой Сувязи с завтрашнего дня. 7-е студене будут спрацовать только дежурные отделения Паштовой Сувязи номер 44 по улице Курчатова 2 и номер 50 на проспекте Ленина 1. Дарыча всю додатковую информацию можно отрымать у кол-центры Белпошты по номеру 154. На вагодне и калядные святы – клопотный час. Однако у этой метусни дорослые ни в яким выпадку не повинны забывать про своих дятей, которые находятся на зимовых каникулах. Только на Гомельщине это отпочинок для больше, как 150 тысяч школьников. Как организовать им цикавый и холодный обеспечный отпочинок, доведалась наш корреспондент Вероника Ворошилина. Почас зимовых каникул у дятей заявляет за шмат вольного часу, а тому задача дорослых – максимально прытягнуть их до корыстной справы, творчести и саморазвития. С этой метой в установках эдукации Гомельщины зараз працуют школьные лагеры самой розной накерованости, объединенной одной метой – организация корыстной занятости детей. В детячем саде, початковой школе номер 63 города Гомеля таки лагер наведывают 25 вучнев первых и других классов. Одны занятки со школьниками ладятся у стенах установы, иншие мают выездный характер. Драматический театр мы посещали. Входим в библиотеку имени Маршака. Сейчас у нас будет, перед Рождеством, мы завтра пойдем на экскурсию в наш храм Александра Невского и посещаем кинотеатр «Мир». Они нам предлагают какие-то свои фильмы интересные, фильмы более современные, новые. Дети любят это. Забавляльно-познавальные мероприемства для юных наведленников лагера в 63-й школе Гомеля ладят не только сами педагоги, а и запрошенные артисты. Например, супрацовники Центра творчества детей и молодей Новобельского района заявляются тут довольно частыми властями. Со школьниками они проводят циковые гульни, конкурсы и майстер-классы по створению сувениров. Мы всегда сотрудничаем со всеми школами Новобельского района. Проводим постоянно различные мероприятия. Новогодние утренники, были час рождественские встречи. Дети раскрывают свои творческие способности. Получается всегда такая сплоченная, дружная атмосфера. И дети раскрываются. У середней школы номер 11 города Гомеля зараз працюю лагер по прав ориентации. Наведываются яхо 20 в ушне у первших, четвертых классов. Детям тут пропонуют текавые и взаимальные занятки, якея, знайомистика с розными профессиями. Мы познакомили наших детей с профессией водолаза. Дети осуществили выход на спасательную станцию. Отдельным было мероприятие знакомства с IT-технологиями. И дети посетили программистов. И к ним сюда приходили программисты. Если говорить о мероприятиях внутри школы, то это традиционные тренинги, утренники, развивающие мероприятия. И это мероприятие с использованием информационных технологий. У нас в кабинете информатики интерактивная доска активно работает. И на ней ребята тоже знакомились с миром профессии. Всем было интересно. И учителям, и детям. Выникам масштабной работы педагогов по правоориентации школьников станет проект «Профессийный свет моей семьи». И он уключит томатичные сочинения и малюнки детей, выконанные с допомогой своих батьков. По закончению прав лагера у середней школы номер 11 города Гомеля отбудется урочистая линейка, на какой переможцы этого проекта отримают приемные призы. В целом, зараз в установах эдукации Гомельшина працуют больше, как 300 лагеров урозной накерованости. Детям тут пропонуют самые разностайные формы занятости. От проведения культурных и спортивных мероприемств до экскурсий, наведывания театров и музеев и навод удоскональывания ведов у сферы компьютерных технологий. Особливая увага при школьных лагерах так само звернута на проведение профилактичной работы со школьниками. Бобя спека детей зауседы на первом месте. В Гомельском городском отделе Следующего комитета Беларуси сегодня прошел день открытых дверей. Гостями следших стали наученцы 8-х классов гомельских школ. В перспективе гэтые школьники могут стать наученцами специализованных классов. Створить их пропонуя управление Следующего комитета по Гомельской области. Разлик простый. Дети в будущем пополнять роды правоохранных органов. Зараз Следующий комитет сопрацовничает с двумя ВНУ в области. Створение специализованных классов у школах яшеден элемент работы с потенциальным пополнением. Мы готовим крепкое кадровое ядро. То есть планируем, что будем ввести человека, начиная со школьной скамьи и до поступления на службу Следственного комитета. Следшие рассказали школьникам об своей штадионной праце. Дети наведали кабинет заховывания рычевых доказов, а так само доведались, что находится у операционной криминалистичной лаборатории. Сегодня в Гомельском державном театре лялик отбылось масштабное святочное мероприемство, организованное областным отделением Республиканского громадского объединения «Белорусский детячий фонд». И оно было проведено в рамках новогодней доброчинной акции «Наши сердцы детям». Якая селета протягнется до 20-го студеня. Самая массовая новогодняя елка Гомельского областного отделения Белорусского детячего фонда объединяла выхованцев 43 детячих домов семейного типа нашего региона. На доброчинное свято было запрошено больше 200 детей, самых разных взрослых из всех кутков Гомельщины. В целом, с початку проведения в попереднем месяце новогодней доброчинной акции «Наши сердцы детям», Кали пяти тысяч юных жихаров в области уже сустрелись с Дедом Морозом и Снягуркой и отримали подарунки от ее организаторов и партнеров. Традиция Белорусского детского фонда Новый год – поздравлять ребят с детских домов семейного типа. Мы очень проявили большую активность и благодаря нашим спонсорам, благодаря нашим неравнодушным людям, которые постоянно с нами рядом, нам помогли собрать подарки. Наведовальникам святошного мероприемства была пропонована веселая гульнявая программа, познавальный спектакль и вядомаш приемные подарунки. Треба отзнашить усе театрально-видовичные установы областного центра зарасладить для своих юных гостей цикавые новогодние программы. Так Гомельский державный театр «Ляляк» запрашает детей на урочистый ранешник «Привитание-привитание Дед Мороз» и святошный спектакль, як нововеркины именины. Их чакая взаимальная подорожа по казках и мультфильмах, а так само дискотека с великими ростовыми ляльками. У свою чергу у Гомельским областным драматичным театры дети могут отправиться у взаимальная морская подорожа разом с Дедом Морозом, Снягуркой и, як это не дзюно гучить, добрыми пиратами. Паслячаго их чакая взаимальный спектакль «В остров Скарбов». Гэта музычная постановка про цикавые пригоды, які отбываются с головными героями урочство подчас пошуков каштовностям. Прыгожая новогодняя представление подрыхтована для детей и у Гомельским городским молодежным театры. Юных гостей артысты переносить у саправдную святочную каску. Спектакль «Принцесса-генерал» гэта веселая музычная гисторая про два суседние королевствы, помеж якими узникают конфликты. Однако широе кахання принца и принцессы оказывается масней ворожасті и, увы, неку усе заканчывается миром. Усе гэта и забавляльно-пазнавальные новогодние программы у театрально-видовишных установах областного центра можно наведать до 8-го студеня Уклюшна. Вероника Ворошилина, Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Плывцы распочали новый споборницкий год. Лепшие спортсмены региона собрались у Гомели. Сегодня у Палацы водных видов спорту стартовал Кубок Гомельской области по плаванні. У делу споборництвия приимают больше, як 150 спортсменов з усіх районов в области и Гомеля. Это прежде всего работа над резервом, которая сегодня имеется в Гомельском регионе. Сегодня из разных уголков Гомельской области проехали спортсмены. Это сегодня возможность сдачи на разряд. Это сегодня отбор на дальнейшее соревнование. Турнір отборочный, а тому сурьозно, да его ставятся и титулованные спортсмены. У дельника Олимпиады Урея Де Жанейра бронзовый призер у эстафетти Снежинского чемпионату света на короткой воде гомельчанин Ялген Цуркин так само буде стартовать на Кубку в области. Для нас любой старт – это проверка своих возможностей, поэтому мы выступаем на чемпионате Гомельской области. Он является отборочным на кубок, который пройдет в конце января месяца. Там мы будем отбираться на летний чемпионат мира. Усе пероможцы открытого Кубка Гомельской области по плаванні станут вядомые шостого студеня. Выглядели информационный выпуск телерадио-компании «Гомель» у студии працевала Наталья Игнатенко. Мы ждем вам только добрых новинов. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин